Здарова, ребятушки! С вами Оладушки. Как вы уже заметили, вчера у нас закончился один проект, и с понедельника, вернее, со вторника, у нас начинается новый проект, который будет называться Far Changing Tides. Это вторая игра в серии. Первую я не проходил на канале, я ее проходил для себя, и эта игрушка настолько мне понравилась, настолько она мне прям запала. Кроме того, что я ее проходил как на компьютере, а также я купил себе коллекционку для Nintendo Switch. И вот как раз сегодня хотел бы показать вам, что находится внутри данной коллекционки. На мой взгляд, это очень интересный экземпляр. Поехали посмотрим. Снаружи нас встречает изображение главной героини и, собственно, ее транспортного средства, на котором мы будем передвигаться во время игры. Игрушка совсем не длинная, но она крайне занимательная и интересная, заставляет сочувствовать, переживать. Поэтому, когда уже прошел игру, это изображение смотрится даже, наверное, более эмоционально, чем когда ты видишь в первый раз. Сняв внешнюю оболочку, мы видим вот такую картонную коробку из плотного, хорошего, качественного картона. Очень приятно на ощупь. И также имеются изображения, которые навевают некие мысли о том, что может находиться в самой игре. Само собой, внутри находится копия игры, карик. Как вы видите, он не вскрыт. До сих пор находится в блистере. Я не знаю, если здесь двусторонняя обложка, потому что для этого нужно сначала вскрыть игру, а вскрывать ее не хочу. Игра и так пройдена. Эту коллекционку я покупал больше для собственного удовольствия. Поэтому, скорее, нужно где-то вычитать и узнать, если обложка там двухсторонняя. Возможно, да, возможно, нет. Nintendo часто балуется такими вещами, но, по крайней мере, здесь нас встречает стандартная обложка, которую мы видели и на внешней упаковке. Вот мы сейчас на нее смотрим. Также внутри у нас есть артбук. Довольно внушительный. Там больше сорока страниц, если я не ошибаюсь. Уж извините, я вам его листать не буду. Показывать все изображения тоже не буду, поскольку мне это кажется немножечко неуместным. Если уж хотите получить такой артбук и посмотреть его, купите коллекционку и поддержите издателя. Ну, то есть, как по мне, это будет честно. Сам артбук очень приятный. Опять же, тут тактильно все на высшем уровне выполнено. И картон, и бумага, которые здесь подобраны. Это просто сплошное удовольствие. Внутри артбука можно найти скетчи. Все это сделано в приятном нуарном стиле. Там можно узнать немножко больше про тот мир, в который мы погружаемся, заходя в эту игру. А также можно больше узнать про окомотивы. Как вы понимаете, вокруг них и развивается вся история. Это, если что, вот эти транспортные средства. Тут у нас присутствует оригинальный саундтрек, диск. Опять же, я не знаю... Ну, видимо, это рассчитано на прям каких-то таких ретро-любителей, потому что я уж не знаю, где сегодня можно послушать компакт-диск. Если вы не аудиофил, современные ноутбуки и компьютеры уже не снабжаются CD-ROM-ами. Мне, конечно же, есть на чем его послушать, но я думаю, что более молодое поколение это может поставить в тупик. Конечно же, присутствует сертификат, который дает нам понять, что было произведено всего лишь тысяча подобных коллекционных копий. Мы обладаем 536-й. Этот сертификат говорит о том, что это в самом деле так, и это все правдиво, и ничего не подделка. Приятно, когда такие вещи оказываются в комплекте. Понятно, что и так набор коллекционный, но все же маленькое такое удовлетворение нашего эго. Вот нате, посмотрите. Вот у вас есть что-то особенное. Не знаю. По-моему, приятная мелочь. Также у нас в наборе присутствует вот такой вот, уж не знаю, постер, не постер. Это аккомотив со сложенным парусом. Однако я не могу полностью определить, что это может быть. Изображение нанесено на ткань. То есть, возможно, это предназначено для хранения где-то под стеклом, вот как настоящую картину, и нужно под стекло в рамочку где-то повесить. На мой взгляд, использовать это как какую-то поверхность было бы кощунством. А повесить его не за что. Там нет ни петелек, ничего подобного. Это просто такая, ну, большая салфетка, скажем так. Но, опять же, не салфетка, нет. Это я неправильно выразился, потому что ткань, хоть она и сделана из ткани, ткань очень грубая. И рассчитана на то, что оно должно просуществовать, провисеть долгие годы. Очень приятная штука. Я пока что не знаю, каким образом и где ее разместить, но выглядит крайне атмосферно. Мне очень нравится. Вот таким образом выглядит полный набор. Цена его была довольно приличная. Я вам ее называть не буду, во-первых, потому что вам она ничего не скажет. Она, скорее всего, не актуальна. Я этот набор покупал практически год назад. А во-вторых, ну, инфляция, цены, все это поменялось. Дело не в том, вы все знаете, что коллекционки стоят очень дорого. Нет, давайте так. Коллекционки стоят дорого, и некоторые из них стоят очень дорого. Это было просто из первой категории. Просто дорого. Но, с другой стороны, мы же их покупаем не потому, что рассматриваем их как инвестиции. Мы это покупаем как дань уважения разработчикам, которые сделали игру, которая нам так понравилась. В данном случае эта игра мне очень сильно запала в душу. Возможно, это как раз и причина, почему игры нету на канале. Она очень коротенькая, и она очень хорошо запоминается. Поэтому я сейчас не смог бы в нее играть заново, как перепроходить игру. Ничего не помню о ней. Я слишком хорошо ее помню, слишком знал бы все, что произойдет, и смотреть на такое прохождение было бы неинтересно. Но это же причина, почему у нас будет прохождение второй игры. Она вышла в марте. Совсем недавно я эту игру ожидал какое-то время. Как вы понимаете, в марте было немножечко не до того, чтобы следить за актуальностью игр. Однако сейчас, когда я узнал о ее выходе, я ее сразу же купил. И вот во вторник мы с вами пойдем знакомиться со второй частью. Я надеюсь, что это тоже будет шедевр, так же, как и первый. Есть все предпосылки того, что вторая часть будет настолько же хороша. Приглашаю вас в это путешествие вместе с нами. Будем рады вас видеть во всех сериях. Приходите. Пока что, спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра-бобра. Все молодышек, всем покеда. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!